В доме номер 35 по адресу проспект Ленинского комсомола Людмила Анатольевна живет почти полвека. И только в последние шесть лет женщина довольна состоянием своего подъезда. Говорит, наконец-таки им стали заниматься. Два года назад муниципально-управляющая компания провела здесь текущий ремонт. Покрасили стены и потолки, заменили окна, ковши мусоропровода и электросветительные приборы. Частично отремонтировали кровлю. Теперь в шестой подъезд приятно зайти. Но что самое главное, за всем этим благоустройством не перестают следить и сами жители. Когда чисто и красиво, приятно, наверное, зайти в подъезд. У нас два раза в год делает чистка всего подъезда. Мы им окна помогаем, убираемся, все нормально. Здесь не встретишь разбросанного мусора или непристойных надписей. Вместо этого висят картины и растут цветы. Людям не стоит волноваться, что у них исчезнут письма, ведь все почтовые ящики целые. Да и лифт, хоть и старый, но чистый. Мы же здесь живем. Это наше, считается, тоже жилое помещение. Мы же как в квартире хотим, чтобы было хорошо, уютно и жить нормально. Так и на лестничной площадке хотим, чтобы было хорошо. Поэтому мы стараемся. И совсем другая ситуация по адресу проспект Ленинского комсомола, 23-1. Еще при входе к подъезду мусор различного рода, надписи. Первое, что ощущается, это резкий запах. Лифты, которые были заменены недавно, уже разукрашены. Кажется, здесь живут художники. Давайте поднимемся выше, может быть, на этажах ситуация лучше. Вот новый современный лифт, а находиться в нем уже неприятно. Едем дальше. По словам жителей этого подъезда, подобная ситуация на верхних этажах стала нормой. Это сегодня здесь обитает, что называется, интеллигентный бомж. А чаще всего подобные персонажи распивают алкогольные напитки и шумят. И таких личностей на ПЛК-23-1 немало. Они разрисовывают стены, громят почтовые ящики. И добропорядочные жильцы уже устали с этим бороться. Есть люди такие. Это люди. Я не знаю, что им не хватает. Это они, наверное, уже сожрали сами себя. Не только что кого это, людей-то. А ведь придешь, здесь вот бумага, все навалено, не поймешь что. И здесь все перевернуто. Ну что это за люди? Муниципальная управляющая компания регулярно следит за техническим и санитарным состоянием подъезда. Но бороться с вандалами не может. Не знаю кто, жители данного дома или же просто какие-то вандалы. Постоянно, значит, мешают. Именно не то, что мешают, неправильно выразился. Портят, значит, общедомовое имущество. Выход из такой ситуации только один. Не переставать следить за обстановкой в подъезде и при выявлении сомнительных лиц сообщать об этом в полицию. Юлия Погосян, Владимир Бижонов, Екатерина Чернышева, Видное ТВ.